Утилизировать мусор правильно. Некоторые бытовые отходы, например, энергосберегающие лампочки, градусники и батарейки, беспечно выброшенные в мусорное ведро, наносят серьезный вред окружающей среде. Решить проблему со сбором такого мусора призван всероссийский природоохранный проект «Экобокс». В Щелкове началась установка эко-контейнеров. Один из первых сборников появился возле дома 13Б на улице Комарова. Как мы знаем, все юридические лица, они сдают лампы, у них все отлажено. Но населению, к сожалению, некуда это сдать обычно. И теперь появляются такие специализированные контейнеры, куда можно прийти выбросить химические элементы питания, лампы, ртутные термометры и прочее. Проект «Экобокс» предоставляет полноценный цикл безопасного сбора, хранения и последующей утилизации на специализированном заводе опасных бытовых и промышленных отходов с первого по четвертый класс опасности. Ратути содержащих предметов и элементов питания. Такие-контейнеры призваны снизить негативное воздействие на окружающую среду. В среднем один такой «Экобокс» собирает в месяц 7 килограмм батареек, 350 лампочек и 150 градусников. Выемка опасного мусора производится раз в две недели. Проект реализуется не только в Москве и Московской области, но также в ряде других субъектов Российской Федерации. В Щелкове в этом году должны появиться 20 таких ящиков. Мы охватываем и улицу Беляева, и другие микрорайоны, чтобы люди постепенно пользовались современными «Экобоксами» с целью утилизации отходов, опасных для экологии. Мы разместим обязательно все адреса на сайте администрации, чтобы люди могли ознакомиться, и призываем всех соблюдать современные требования. Боксы устанавливаются вблизи контейнерных площадок для удобства жителей. Прохожие быстро заметили яркие сборники и уже оценили нововведения. Ведь раздельный сбор мусора сегодня – это не мода, а обоснованная необходимость. Такие «Экобоксы» нужны, чтобы очистить город от всякого опасного мусора. Батареек, лампочек и градусников. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».